Всем доброго дня, это Гелиос Сар и История просто. История Древнего Мира, 5 класс, за авторством Холпакова и Селунской. Параграф 25. Вторая поэма Гомера «Одиссея». Она повествует о возвращении греков после победы над Трой. И конкретно над возвращением очень хитрого царя Одиссея, который очень долго возвращался к себе домой на небольшой остров Итаку. Хитроумный Одиссей. Много лет продолжалась Троянская война. Взять Трою ахейцам удалось лишь благодаря находчивости царя Одиссея, правителя небольшого острова Итака. Однажды, темной ночью, они погрузились на корабли греки и отплыли от берегов Трои. Когда же свет зари окрасил небо, Троянцы увидели, что враг ушел, а на месте ахейского лагеря возвышается огромный деревянный конь. Возликовали они празднуя победу. Тут привели пленного грека, который на самом деле был шпионом Одиссея. Он рассказал, что остался, опасаясь мести, не довидевшего его царя Итаки. Остальные же уплыли домой. Поведал он и о том, что конь этот – дар богини Афине. Он принесет удачу тому, кто им владеет. Поверили Троянцы. Поставили они коня на колеса и привезли в город. Почему и ахейцы, и Троянцы почитали богиню Афину? Потому что многие боги и у Троянцев, и у греков были достаточно похожи. Они были близки по своему составу. И Афина, она была покровительницей богини мудрости. Поэтому ничего странного нету в том, что почитали ее и Троянцы, и греки. Это была очень такая богиня, покровительствующая мудрости и знания. Ночью же, когда все уснули, в брюхе коня открылась потайная дверь. И оттуда выбрался отряд ахейских воинов во главе с Одиссеем. Они открыли ворота Трои и впустили греков, которые тайком вернулись обратно. И таким образом Троя наконец-то была полностью взята, разрушена и разграблена, а его жители были захвачены в плен. Вот только вернуться домой Одиссею быстро не удалось. Десять лет скитался по морям Одиссей. Он потерял свой корабль, всех спутников и друзей. Тогда он выстроил плод и вновь впустился в путь. Но плод разметало бури, и два дня Одиссея носила по безбрежному морю, пока не выбросила его волна на незнакомый берег. Это был остров, где жили искусные мореходы, Феаки. Правил ими мудрый царь Алкиной. Обессиленный Одиссей сумел лишь забраться под сень деревьев, под тень деревьев, росших на берегу, и там уснул ворохи листьев. Его разбудил громкий смех дочери правителя острова, пришедшей на берег со своими служанками. Встал Одиссей и направился к ним. Но вид его, покрытого тиной и листьями, был столь ужасен, что девушки разбежались, приняв царя Итаки за морское чудище. Лишь дочь Алкиноя не испугалась. Она учтиво поклонилась Одиссею, дала ему новые одежды и отвела во дворец отца. Алкиной ласково встретил незнакомого скитальца и устроил его честь пир. На пиру Одиссей открыл свое имя и рассказал о том, что происходило с ним и его спутниками. Такая особенность, она достаточно проста. Почему царь вдруг принимает какого-то бродягу с берега у себя во дворце и дает целый пир? Дело все в том, что тогда верили, что подобными скитальцами могут быть боги. Боги, которые могут проверять смертных. Это первое. Второе. Тогда было достаточно мало гостей. И люди узнавали о событиях от купцов или от таких вот путешественников. К тому же, Одиссей, несмотря на все, что с ним произошло, оставался очень крепким, сильным мужчиной с хорошей развитой мускулатурой. И это сразу же показывало, что он непростой бродяга. Поэтому, когда дочь царя увидела, что вроде бы это человек, причем человек такой крепкий, сильный, она поняла, что это не просто кто-то там. Это кто-то особый. И привела его во дворец. То есть, и вот таким вот образом Алкиной сразу понял, что перед ним непростой человек. Ну а дальше Одиссей рассказал о том, что с ним происходило. Одним из путешествий Одиссея, это было после долгих скитаний, корабль Одиссея прибило к острову, где обитали одноглазые великаны, циклопы. Высадившись на берег, царь и его спутники увидели огромную пещеру. Дело в том, что корабли тогда были не слишком-то вместительные. Приходилось регулярно пополнять запасы пресной воды и еды, приставая к берегу. Собственно говоря, вот войдя в эту огромную пещеру, хозяином этой пещеры был циклоп Полифем, сын бога Марии Посейдона. Пока греки осматривали пещеру, вернулся ее хозяин, который пас овец неподалеку. Он, этот самый циклоп, загнал в пещеру стадо, вошел и завалил вход огромным камнем. Увидев незваных пришельцев, циклоп, не говоря ни слова, он был гораздо выше ростом, убил двоих спутников и съел их. Тогда Одиссей приказал налить вина, которое греки захватили с собой, в огромную чашу, и подал ее великану. Выпил вино Полифем, быстро захмелел и уснул. Одиссей тут же разыскал огромное бревно, обтесал его конец мечом, обжег острие на костре, и этим бревном греки выбили единственный глаз у спящего циклопа. Взревел Полифем от боли, вскочил и начал шарить вокруг себя, ища тех, кто его так сильно обидел, но не смог найти обидчиков, так как ослеп. Он, через некоторое время циклоп, убрал камень с пути, чтобы выпустить свое стадо. Греки сделали хитрость. Они связали несколько баранов, так, чтобы те могли идти, и спрятались под ними. Циклоп осматривал сверху этих самых баранов, но не снизу. Таким образом, греки смогли выбраться из той самой пещеры. Но далее Одиссей допустил определенную ошибку. Когда он выбрался из пещеры, он сказал, кто он и почему ослепил, собственно говоря, этого самого циклопа. Но циклоп-то был сыном морского владыки Посейдона, и взмолился циклоп своему отцу Посейдону, чтобы тот наказал обидчика. И таким образом Посейдон, естественно, своего сына прислушался, и он сказал, хорошо, будут беды и несчастья Одиссею. Покинув остров циклопов, долго плывал Одиссей по морю, пока среди лазурных вод не показался новый остров. Послал Одиссей несколько спутников разузнать, кто на нем обитает. Но обратно вернулся один только Эврилох. Он рассказал, что остров владение волшебницы Церцеи. Блуждая по нему, греки наткнулись на ее дворец. Сама хозяйка острова вышла навстречу греков, пригласила их к себе. Не пошел лишь Эврилох. Он спрятался и увидел, как Церцея усадила всех за стол, угостила волшебным напитком, затем коснулась каждого жезлом, и люди превратились в свиней. Спутники уговаривали Одиссея бежать, чтобы с ним не случилось что-то чего-либо страшного. Но Одиссей не стал бросать товарищей в беде. Царю Итаки явился посланец богов, прекрасный юноша в золоченых сандалиях с крылышками. Сандалии были с крылышками. Это был посланник богов Гермес. Он научил Одиссея, как освободить друзей. Гермес дал ему чудодейственный корень, который защищал от чар волшебницы. Без страха отправился Одиссей во дворец Церцеи. Она усадила его за стол и поднесла кубок с напитком. Затем, коснувшись жезлом, со смехом сказала «Иди теперь к свиням и валяйся со всеми». Одиссей же, следуя совету Гермеса, обнажил меч и заставил коварную волшебницу освободить своих друзей. Покинул Одиссей со спутниками владения Церцеи и поспешил дальше. На пути его лежал остров Сирен. Это были полуженщины-полуптицы с пленительными голосами. Никто в мире не мог устоять перед их пением. Сирены заманивали на свой остров проплывавших мимо мореходов, а затем пожирали их. Знал об этом и сам Одиссей. Он залил воском уши своих спутников на корабле, а себя самого приказал привязать к мачте, но при этом уши оставил свободными. Таким вот образом Одиссей удалось услышать великолепное пение сирен и остаться живым. Много еще приключений пришлось пережить Одиссею, прежде чем он попал на остров Фиаков. Услышав о бедах Одиссея, Алкиной приказал снарядить самый быстрый корабль, который и доставил путника к берегам острова Итака. А в это время вдове Одиссея шел многодневный пир. Здесь веселились женихи, которые приехали свататься к его жене. Уже двадцать лет прошло с тех пор, как покинул Одиссей свой дом, и все считали его погибшим. Лишь его жена Пенелопа ждала мужа и молилась богам о его возвращении. Но женихи вынуждали ее выбрать себе нового супруга, ведь ее супруг станет новым царем острова. Узнав об этом, Одиссей переоделся в лохмоте нищего и никем не узнанный вошел в свой дом. Он увидел, как пирующие женихи разоряют его хозяйство, режут скот, уничтожают запасы еды и вина, расхищают имущество. К пирующим наконец-то вышла Пенелопа и объявила, что ее новым мужем может стать лишь тот, кто победит в стрельбе из лука. Причем из лука ее мужа, Одиссея. Стрелять женихи должны были из того самого лука. Верное поняло, понадеялось, что им будет не под силу даже согнуть этот лук. Так и случилось. Никто не смог даже натянуть тетиву. Дело в том, что тетива растягивается, если она постоянно натянута на лук. Поэтому тетиву снимали и надевали, когда надо было этот самый лук использовать. И вот, собственно говоря, женихи не смогли это сделать. Тогда вперед выступил Одиссей в обличье для дряхлого нищего и попросил дать ему попытать счастье. Женихи только рассмеялись. Но Одиссей легко натянул тетиву на лук, а потом расстрелял всех женихов, которые разоряли его дом и издевались над его женой и его сыном. После этого Одиссей снова восстановил свою власть над островом. Подведем итоги. Поэма Одиссея описывает представление греков о неведомых странах, воспевает мужество и находчивость Одиссея, преданность его жены Пенелопы. Троянский конь. Подарок, таящий в себе большую опасность. Выражение, связанное с поэмой Одиссея. Вопросы и задания. Что рассказывают древнегреческие легенды о взятии греками Трои? Они рассказывают то, что взять Трою смогли греки только хитростью. Почему Гомер называет Одиссея хитроумным? Потому что Одиссей, будучи достаточно смелым, обладал еще и очень живым умом. Он принимал очень нестандартные решения. Не пытался часто ломиться прямо в лоб, а искал обходные пути, которые позволяли решить нужную задачу гораздо менее затратными путями. Какие эпизоды поэмы подтверждают его слова? На самом деле, здесь надо, конечно, читать саму Илиаду. Там, вернее, саму Одиссею. Там видно, насколько же хитроумен Одиссей. И как ловко он обходит различные препятствия. Но даже здесь видно, что Одиссей не стал сразу приходить в свой дворец, например. Одиссей был очень осторожным таким, но при этом смелым. То есть, видно, что это очень хитрый такой человек. Одна только придумка троянского коня, чего стоит. Имя Пенелопы стало нарицательным. Орицательным. Что вы думаете? Как вы думаете, о каком качестве женщины хотят сказать, когда ее сравнивают с Пенелопой? Пенелопа была очень трудолюбивой, очень верной и преданной женой. Поэтому, когда сравнивают с Пенелопой, говорят, что это очень преданная своему мужу женщина, на которую всегда можно положиться, и она никогда не придаст доверия своего супруга. Расскажите о том, как Одиссее удалось вернуться домой и что его ожидало. Возвращение домой у Одиссея получилось очень тяжелым. У него было несколько кораблей, а вернулся он в итоге в полном одиночестве после почти... То есть, 10 лет он был под стенами трои, и еще 10 лет он возвращался домой. Достаточно долгий, конечно, путь. Так, и ожидала его дома, конечно же, достаточно тяжелая ситуация, потому что Итака достаточно небольшой остров, и там даже царям приходилось работать руками, тогда это было вполне естественно. И Одиссей, увидев, что происходит, он, конечно, сильно разозлился на то, что разоряют его хозяйство и все, что он собирал долгое время.